Продолжение следует... Не могли навалять с нему по гузну любому по пистику. Некоторые из вас спросят, а кто же такие гуситы? Это, наверное, были любители подушить гусей, а вот и нет. Не, ну некоторые, возможно, и да, но речь будет не о них. Продолжение следует... Суть этих реформ сводилась к следующему. Во-первых, проповеди и службы для чехов должны вестись на понятном им чешском языке, а не на непонятной никому латыни. Народ, так сказать, должен понимать, что бормочет ему священник Самвона. Во-вторых, простые люди должны, как и святоши и богатеи, причащаться не только хлебом, а и вином из чаши. Короче, чтобы винишко бухали все. Ну и третье. Святые отцы и монахи должны, как и все, работать, честно зарабатывать себе на жизнь, а не продавать индульгенции, продавать отпущение грехов, вводить церковные налоги и вообще всячески выжимать из простого народа деньги. Идея таких реформ, конечно же, понравилась много кому в Чехии, ну кроме большинства католических священников и самого Папы Римского. Чехи же объявили Яна Гуса национальным героем и всячески способствовали проведению его реформ. Папа Римский понял, что он может потерять богемию и позвал в 1414 году Яна Гусы на переговоры, пообещав ему всяческую неприкосновенность. Ян Гус поверил ему и прибыл в город Констанс, где вскоре был схвачен и предан суду. В ходе суда его самого, его учения и всех его учеников признали еретиками, а Яна Гуса сожгли. Вот это они зря сделали. Чехи так очень крепко обиделись и взялись за оружие. А в честь своего учителя и в память о нем назвали себя гуситами. По всей богемии вспыхнуло восстание. Гуситы громили католические церкви и храмы. Убивали священников и католиков, которые не пожелали принять реформы. Папистов. Естественно, Папа Римский не ног это все просто так терпеть. Он объявляет всех чехов еретиками и собирает против них крестовый поход. Начинаются гусицкие войны, продлившиеся около 15 лет. Эх, ладно, вос сам себя не прокачает. Итак, с чего же мы начнем? Ну, возьмем молоток побольше и хряпнем им посильнее. Обед дают. К черту этот вос. Лучше пожрем и поговорим про еду. Первая смена блюд это почти как первый поход Папистиков. Необходимо сожрать и переварить. Итак, на первое у меня традиционный для Чехии луковый суп, который называется цибулочка. Подается он не просто в тарелке, а в хлебной тарелке. Берется ржаной хлеб, с него срезается верхушка, вынимается мякоть и такая тарелочка немного подсушивается. В нее наливается суп. Основа этого супа любой мясной бульон. Много лука, много мягкого сыра и немного муки. Все это вначале жарится, потом вместе тушится и наливается в съедобную тарелочку. Несмотря на то, что я не очень люблю в супе много лука, вкус у супа получился интересным. Суп достаточно густой, наверное, из-за мягкого сыра. Вообще, друзьяки, очень удобно. Ешь тебе суп, отламываешь кусочки от тарелки, в конце все съел, не надо мыть посуду. Вообще красота. Отличное такое первое блюдо. И вкусно, и сытно, и недорого. Кстати, в Чехии, в гостях, если вам подали тарелку вот такого вот супа в хлебе, то принято съедать ее полностью. И суп, и тарелку. Оставить хлеб, это значит обидеть хозяев. Если же какой-то суп подали в простой, несъедобной тарелке, то к нему мог идти ржаной хлеб, гренки или смаженицы. Смаженица, это фактически большой бутерброд. Вначале мелко режется грибы и лук, и все это жарится. В них же добавляется тмин. Потом, когда грибы и лук готовы, туда вбивается сырое яйцо. И это все вместе жарится. Получается как бы яичница с грибами и луком. Потом по готовности это все кладется на большой шмат ржаного хлеба. В итоге мы получаем то ли большой бутерброд с яйцом и с грибами, то ли небольшую яичницу с грибами и хлебом. Неважно. Давайте ее попробуем. Получился действительно вкусный такой бутерброд-яичница. Мужчины, берите на заметку. Не делайте банальные яичницы или бутерброды. Готовьте себе на завтрак смаженицу. Вернемся к крестовым походам против чехов. Общим счетом их было не два и не три, а аж пять. И все не очень удачные для папских крестоносцев. Чехи применяли всевозможные военные хитрости и новшества, чтобы разбивать папистов. Среди них специальные боевые возы, составленные в полевые лагеря укрепления в Агенбурге или таборы. Сам по себе лагерь, составленный из повозок, не был каким-то новшеством. Но гуситы впервые использовали такой лагерь для борьбы в поле с превосходной немецкой рыцарской конницей, которая составляла основу папских крестоносцев. Гуситы выступали в поход несколькими колоннами, составленных из боевых повозок. Каждая повозка не просто перевозила обоз наступающих гуситов, но и была тактической единицей гуситов. В ней был определенный экипаж, до 15 человек, вооруженный различным древковым оружием для ближнего боя, алебардами, копьями, страшными боевыми цепами и стрелковым оружием, арбалетами, примитивными гаковницами и пищалями, вплоть до легких полевых орудий, которые устанавливались на борта повозок, либо рядом с ними. В нужный момент гуситы ставили свои повозки кругом, отпрягали лошадей, скрепляли повозки цепями, ставили дополнительные защитные щиты и ощетинивались оружием. Всего за несколько минут караван превращался в неприступный форт с артиллерией. Раз за разом рыцарская кавалерия старалась взять Вагенбург наскоком, но каждый раз терпела сокрушительное поражение. Вторая смена блюд горячая, как гаковницы и пищали гуситов после десятков выстрелов. На второе у меня тушеная капуста и ребрышки в меду. Свиные ребрышки в Чехии называются жибирка. В Богемии долгое время такие ребра были пищей бедняков и простолюдинов. Считалось, что ребра это самая плохая часть свиной туши. И мяса там мало, и с кости надо обгладывать, стоило дешево. Короче, пища бедняков, бедных тружеников и студентов. Готовить их можно по-разному. Например, мариновать в медовом соусе с добавлением различных трав и специй, вина или пива. Мариновать от двух часов до целых суток, а потом долго-долго тушить. Или просто обмазать медом, различными травами и зажарить. Свежая тушеная капуста. Вообще тушеная капуста один из самых распространенных гарниров в Чехии к мясу. Тушить ее можно по самым различным рецептам. У меня капуста тушеная по старинному богемскому рецепту. Жарим лук, если есть с мясом и копченостями. Туда же добавляем свежую нарезанную капусту. Можно немного муки, соли, тмина. И все это заливаем пивом. Если нет пива, то вином. Если вы вообще бедные люди и нет у вас пива даже в доме, то залейте водой и тушите. В итоге мы получаем средневековое блюдо для чешских, вернее богемских крестьян. Тушеная капуста с ребрышками в меду. Я вам скажу, неплохо так в богемии жили крестьяне. А, фиг ли, богема. Ну а так как я бедный работник гусицкого СТО, то это блюдо отлично мне подходит. Капусточка. По вкусу немного отличается от квашеной тушеной капусты. Пожалуй, квашеная тушеная капуста по вкусу мне больше нравится. Наверное, пиво надо было больше в нее залить. Или больше в себя залить, когда я ее готовил. Ну ладно. Перейдем к ребрышкам. Я такой шмачный кусок откусил. Сейчас только костью не подавиться никакой. Это все вот она, жадность. Голод меня довел до этого. Пришлите каких-нибудь еще пожертвований. Все, я прожую и дальше договорю. Что? Кусать небольшие куски. А он откусил. Ты дегустируешь, блядь. Я жру. Это ты дегустируешь, ребята. Я ем тут. Меня дома не кормят. Это единственная возможность вкусно поесть. Вообще просто поесть у меня. Вкусненько. Несмотря на то, что мясо мариновалось в меде почти сутки, оно не сладкое. Чувствуется только легкий привкус меда. Очень приятно. Еще неплохо его дополняет горчица и какие-то специи. Мясо легко отделяется от кости. Не твердое, а как раз мягенькое. Очень вкусные получились ребра. Пальчики оближешь. Вернее, ребрышки. Кстати, название такого блюда жибирки происходит от слова «жибраки». Бедные, нищие люди. Еда простых бедных тружеников. А еще гуситы стали первыми массово использовать ручное огнестрельное оружие и полевую артиллерию. Ручное огнестрельное оружие гуситов называлось пештало или пещаль. От чешского названия «дудочки». Это было очень примитивное оружие. Фактически, короткая железная трубка, прикрепленная к деревянной палке. Тем не менее, массовое применение таких пещалей и небольших пушек гаковниц давало отличный эффект. Неприятель зачастую был уничтожен и рассеян еще на подходе к лагерю таборитов. И быстро убегал с поля боя, сверкая своим латным гузном. Тем же из рыцарей, кому все-таки удавалось добраться до Вагенбурга, приходилось кружить вдоль его стен. Не имея возможности растянуть повозки и попасть вовнутрь. А чехи под защитой своих повозок в упор расстреливали рыцарей из арбалетов и пещалей. Рыцарям приходилось спешиваться и лезть на высокие повозки, где их ожидали довольные чехи с цепами и алебардами. И с лоплями гыр на них озвездюливали со всей своей ненавистью к попистикам. Короче, штурм замка в миниатюре. Только без лестниц, осадных машин, таранов, поддержки инженеров. И латному блестящему рыцарскому гузну приходил такой нихрена не мягкий писец. Кхе-кхе-кхе. В горле пересохло. Так вот, друзья. Что вам еще надо знать про боевые повозки гуситов? А то, что их надо заправлять. Ну, вернее, не сами повозки, а возниц и боевой экипаж. И заправлять их надо не какой-то там водой, от нее лишь поносы, хулера всякая, а заправлять хорошим чешским пивом. Можно светлым, можно темным, а лучше и тем, и другим. Пиво это вообще чешский национальный напиток. Тут его пьют все и много. Нет, очень много. Вообще, первыми на территории Чехии пиво начали варить еще кельты. Первая чешская пивоварня, о которой сохранились записи, была основана в начале 12 века. Это была знаменитая Брыненская пивоварня, которая работает и до сих пор. В конце 12 века пиво в богемии начинают варить чуть ли не в каждом доме. И в 13 веке выходят первые законы, касающиеся пива и пивоварения. Пивовары объединяются в цеха, ну или в гильдию. Профессия пивовара, вернее сказать сладыка, начинает считаться престижной и уважаемой. Секреты и рецепты пивоварения передаются из поколения в поколение. Сейчас чешское пиво считается одним из самых лучших в мире. Его производят там в огромных количествах и самых разных сортов. В Чехии даже открылся пивной спа-салон с пивными ваннами, хмельным массажем или массажем хмелем, не знаю как правильно, и разным пиволечением. Говорят, от всего помогает. Ну, почти от всего. Вот куда мне бы поехать отдохнуть. Я бы там нервы подлечил и остальное здоровье. В Чехии подают много различных закусок пиву. Из них самое интересное и с легендой – это утопинцы. Утопинцы – это не трупаки-утопленники и даже не монстры с селены Ведьмака. Это маринованные шпикачки, то есть сардельки с салом. Как же они появились? По легенде жил пан Шаманек. Жил он давно, очень давно. Да хрен его знает, насколько давно. Это не важно. А важно то, что он владел пивной. И бывало, портились у него шпикачки. И нес он от этого страшные убытки. Но не было раньше холодильников. Убытки были настолько страшные, что пан Шаманек хотел даже утопиться. Но вместо этого решил попробовать утопить в рассоле от огурцов или капусты слегка лежалые колбаски. Наверное, хотел потренироваться перед собственным утоплением. И, короче, начал он эти колбаски потом подавать понемногу посетителям. Они им настолько понравились, что все начали требовать только их. Пан Шаманек не был жлобом и всем честно начал рассказывать про свое новое кулинарное изобретение, которое он назвал утопинцы. Постепенно утопинцы начали готовить по всей Чехии с различным маринадом и начинкой. Пан Шаманек разбогател, купил себе водяную мельницу и в итоге утонул. Перебравший пивом, полез возиться с водяным колесом. А может черти утащили, чтоб поделился рецептом. В любом случае, будем есть этих утопинцев. Ну, за пана Шаманека, утопца, изобретателя утопенцев... Утопинцев, вот. Ну, за пана Шаманека, утопца, изобретателя утопцев... Темного не чокаясь. И закусим этим маринованным трубочком. А вкусная закусь к пиву вообще. Можно есть так, можно еще маринованный лучок грызть. Вкуснятина. Друзья, если вы захотите дома приготовить такие маринованные шпикачки, то важно брать хорошие, дорогие, которые продаются не в полиэтилене, а в бумаге, либо в кишке. Кидайте побольше лука, различных специй, уксуса, можно внутри их намазать еще горчицей, положить туда маринованный огурчик, перчик, ну и мариновать до 10 дней. У меня не только темное пиво, а еще и бокальчик светлого, так сказать классика. День и ночь, светлое и темное. Вообще в Чехии очень много традиций, связанных с пивом. Считается, что пить пиво надо либо из стеклянных, либо из фарфоровых стаканов. Раньше еще пили и из деревянных. Выпить первый бокал надо в три подхода глотка. Первым выпивается половина. Так сказать, для того, чтобы утолить первую жажду. Вторым глотком подходом выпивается половина оставшейся половины. Это для того, чтобы распробовать напиток. Ну и дальше выпивается то, что осталось. Для того, чтобы получить удовольствие от пива. Считается, чтобы как следует распробовать вкус пива, его надо выпить минимум три кружки. Переливать пиво из бокала в бокал, либо доливать свежее пиво в еще не пустую кружку считается правилом плохого тона. Переходим к темному. Сейчас я заправлюсь как следует. Кстати, в армии гуситов была железная дисциплина, поддерживаемая фанатичной верой в свои идеалы и суровым наказанием за трусость. Каждый боец в таборе знал свое место в походе и в бою. Все ранее перечисленное действительно сделало армию гуситов на время непобедимой для всех внешних врагов. Вооружение и сочетание родов войск в их армии было настолько удачным, что многие европейские правители начали массово внедрять в своих армиях ручное огнестрельное оружие и полевую артиллерию. В открытом бою паписты так и не смогли победить гуситов. В этом им помогли сами гуситы. Внутри последователей учения Яна Гуса произошел раскол. Часть особо радикальных, называвшихся табориты или сиротки, требовала ведения войны с католиками до полного победного конца. Другая часть – чашники хотели подписать с ними мир и прекратить войну, разорявшую Богемию и все окрестные районы. В итоге умеренные чашники заключили мир с католиками и их совместная армия разбила таборитов. В Чехии на недолгое время установилось мирное существование двух конфессий – гуситской и католической. Но уже в 17 веке гуситская церковь попала под запрет. Но это уже другая война и другая история. Ну что ж, дорогие мои гуситики, ешьте мясо, пейте пиво и держите строй крепко. Неважно кто вы – чашники или табориты, держитесь вместе, и тогда вы точно наваляете по гузну любому гаду. А еще, друзья, я хотел бы поблагодарить мастера Эрика Лаза. Он прислал нам такую замечательную средневековую европейскую мебель. Даже вот такой вот складной рыцарский стул – очень удобная штука. Он делает массу всяких ништяков для реконструкторов и не только для них. Друзья, ссылка на его магазин в описании. Что-то я себя плохо чувствую. Надо написать срочно в гуситский профсоюз. Пусть мне путевку в пивной спа-салон сделают. Вы же, друзья, пока подписывайтесь на наш канал и инстаграм, лайкайте и репостите нас. Ну и, конечно же, поддерживайте нас пожертвованиями и всевозможным реквизитом. Дальше будет больше.